Нью-Йорк, 1957 год. К директору ФБР Эдгару Гуверу поступает информация о том, что в Бруклине под чужим именем снимает квартиру разведчик-нелегал, занимающийся шпионажем в пользу СССР. На его поиски американские спецслужбы бросают лучшие силы. Известен его оперативный псевдоним Марк, район, в котором, возможно, проживает разыскиваемый Фултон-стрит, составлен предполагаемый портрет. ФБРовцы начинают прочесывать Бруклин. Парки, подворотни, закусочные, магазины. На это уходит более трех недель. Вечером 19 июня они замечают человека, внешность которого напоминает разыскиваемого. Он присаживается на скамейку в парке. В его действиях нет ничего подозрительного, но агенты продолжают наблюдение. Через некоторое время человек покидает сквер, проходит несколько кварталов и проскальзывает в подъезд дома номер 252 по Фултон-стрит. Я поднялся на четвертый этаж. Хвоста не было. Открыл дверь и вошел в квартиру. Свет зажигать не стал. Нащупал тайник. Контейнер был на месте. Я открыл секретер и вынул из него метрику на Мартина Коллинза. Под этим именем я зарегистрировался в гостинице. Мне нужно было найти еще кое-какие фотопленки и радиограмму из Москвы. Я уже собирался уходить, как внезапно смахнул рукавом со стола контейнер, в котором находились шифры и письма от жены и дочери. Безрезультатно проползав по полу, я подошел к окну и, не заметив ничего подозрительного на улице, зажег свет. Быстро нашел злополучную пропажу и погасил лампу. Через две минуты я был уже на улице. ФБРовцы засекли свет в окне. Теперь агенты точно знали, где обитал Марк. Они проследовали за ним в метро. Вышли из подземки на пересечении 28-й стрит и Бродвее. Марк прошмыгнул в отель Латам и поднялся в свой номер. По четвергам ночью у меня всегда был сеанс радиосвязи с Москвой. На этот раз сигналы проходили крайне плохо из-за сильных помех. Центр усиленно пытался что-то передать. Но что? Расшифровать радиограмму мне полностью так и не удалось. В третьем часу ночи я лег спать. Уже вечером 20 июня агенты ФБР оцепили гостиницу. В 7 часов утра они постучали в дверь номера 839. От стука я проснулся и пошел посмотреть, кто там. Не успел я приоткрыть дверь, как несколько мужчин ворвались в комнату. В руках они держали какие-то удостоверения. Скороговоркой они объявили себя уполномоченными ФБР. Вошел третий. В коридоре оставались еще несколько человек. Садитесь, произнес старший. Мы знаем, кто вы, полковник. Зачем приехали и что делаете здесь? Это был блеф. ФБР так и не узнает настоящего имени советского полковника нелегала. И чем именно он занимался в США. В 1920 году обрусевший немец, революционер, соратник Ленина Генрих Фишер вернулся с семьей из длительной английской эмиграции. Супруги Фишеры и двое их сыновей, любимец Гарри и младший Вильям, поселились в центре Москвы. Однажды братья поехали за город купаться. Гарри увидел, как две девочки барахтались на глубине, пытаясь выплыть. Гарри вытащил обоих, а сам утонул. Вильям вместе с подростками прибежал к матери. Когда ей сообщили, что ее старший любимый сын погиб, она простонала. Почему Гарри? Вильям был оскорблен. Он проиграл битву за любовь матери и до конца своих дней не простил ей этого. Возможно, семейные отношения и наложили отпечаток на становление характера Фишера. Но именно такой характер сослужил добрую службу в его профессии. Вильям Фишер, он же Марк, он же Арач, он же Мартин Коллинз, он же Эмиль Гольфус, он же Франк, стал одним из самых известных разведчиков-нелегалов, которого все называли чужим именем. Рудольф Абель. Юноша Вильям Фишер прекрасно говорил на трех языках, немецком, английском и русском. Но с выбором профессии затягивал и ушел в армию. Там он освоил специальность радиста, а после демобилизации был приглашен на работу в ГПО переводчиком. У него был как бы нейтральный акцент. Он мог выдавать себя и за немца, и за русского, за кого угодно. Поэтому интерес к таким людям в разведке всегда был большой. И более того, не просто интерес, но разведка искала таких людей. В 1931 году Фишер отправляется в свою первую командировку в Норвегию. В 1934-м опять в Европу и уже с семьей. Для прикрытия он открывает мастерскую по ремонту радиоаппаратуры. Под оперативным псевдонимом Франк он выполняет функции связника-радиста. Когда родители меня предупреждали, что теперь их зовут, там, предположим, не Петя, Коля и не Маша, а Таня, то я четко следила за тем, чтобы они это не перепутали. Если они путали, я им говорила. Все действия Фишера координирует руководитель советской разведывательной сети в Испании Александр Орлов, он же Лев Фельдбен, он же Швед. Орлов консультировал по вопросам контрразведки испанское республиканское правительство. К нему прислушивался советский посол и военные советники. Барселона, 1938 год. Орлов хорошо знал, что начавшиеся в 1937 году ежовские чистки не обойдут стороной разведывательные ведомства. Нелегалов и резидентов, работавших с ним, одного за другим под разными предлогами стали отзывать в Москву. На судьбу многих разведчиков повлияли репрессии 1937-1938 года. Поэтому Орлов и некоторые другие решили не возвращаться, понимая, что это окончится допросами, в лучшем случае тюремным заточением. В июле 1938 года, во время сеанса связи с Москвой, Орлова назначают встречу. Его ждут на корабле в Антверпене. Орлов, чувствуя подвох, вместе с женой срочно влетает в Канаду, оттуда в США. Там он пишет письмо наркому внутренних дел Ежову. Орлов сообщает, что порывается режимом, которому служил верой и правдой, утверждает, что он не предатель, а просто борется за жизнь своей семьи. Но предупреждает, что если хоть один волос упадет с его головы, или возникнут проблемы у его матери, оставшейся в СССР, он сдаст всю центральную разведывательную сеть, которую сам и создавал. Он должен был кого-то сдать. Он кого-то сдал. Но он не сдал тех, кого уважал, видимо. Среди этих людей оказался и Филби со своими четырьмя, скажем так, единомышленниками. Здесь был и Абель, который, как я думаю, работал у него радистом. Сразу после бегства Орлова центр отозвал в Москву всех, кто с ним работал или где-то пересекался. Многие резидентуры попали под подозрение. Ведь Орлов мог кого-то перевербовать. Почти все, кто вернулся в Москву тогда, были казнены или брошены в тюрьмы. После этих событий работа советской разведки в Европе на несколько месяцев была практически парализована. Фишера тоже отозвали в Москву. 31 декабря вызывается на ковер не к какому-то высокому начальству, а к мелкому чиновничку, который его, 31-го, поздравляет, говоря, что он уволен из органов. Для Фишера это стало страшным ударом. Около года его никуда не брали. Чудом удалось устроиться инженером на радиоламповый завод. Но вот парадокс. Через много лет Фишер будет вспоминать работу на заводе как лучший период своей жизни. Жизни с семьей, под своим именем, без маски, паролей и явок. Но продлилось это недолго. В 41-м Сталин простил многих репрессированных чекистов. Среди возвращенных в органы был и Фишер. Когда-то он взял на себя эту ношу. Я не думаю, чтобы это был вопрос, там какой-то такой же, ах, вот Родина зовет. Ему предложили? Нет. Он, поскольку он когда-то начал делать дело, он считал, что он перед своей совестью должен дело закончить. Я, Фишер Вильям Генрихович, сознавая важность для моей Родины и Союза СССР нелегальной работы и отчетливо представляя все трудности и опасности, добровольно соглашаюсь стать в ряды нелегальных разведчиков. Я обязуюсь строго соблюдать конспирацию. Ни при каких обстоятельствах не раскрою врагам доверенных мне тайн и лучше приму смерть, чем придам интересы моей Родины. Во время войны Фишер участвовал в знаменитой операции «Березино». Из пленных немцев и русских диверсантов было создано подразделение, которое отвлекало на себя внимание немецкого командования и передавало в Ставку дезинформацию. И вот Абелю была поручена работа с этими немецкими радистами. Вот немецкий офицер-радист Абель воспитывал их, распределял между ними обязанности, контролировал их деятельности и так далее и тому подобное. Вот и был он представлен к Железному кресту. После войны Фишера два года готовит к нелегальной работе. И в ноябре 1948-го он через канадскую границу въезжает в США. Незадолго до этих событий. Англия – начало 40-х годов. Во время Второй мировой войны англичане начали активно финансировать исследования по созданию атомной бомбы. В августе 43-го года в Квейбеке Рузвельт и Черчилль договариваются об объединении усилий по созданию оружия массового уничтожения. В штате Нью-Мехико в Лос-Аламосе создается сверхсекретная лаборатория, в которой лучшие физики-атомщики США и Великобритании работают над созданием бомбы. Первая информация об атомных разработках пришла в Москву из Лондона от кембриджской пятерки «Стихина». Без всяких заданий Центра ее прислал Джон Кернгросс. Документы легли на стол Берия, но Лаврентий Павлович торопиться с докладом Верховному не стал. Информацию надо было проверить. В тот период большинство ведущих советских физиков сражались на фронте или сидели в лагерях. Кого-то пришлось освободить и подключить к изучению украденных из Англии документов. Ученые дали свое заключение. Создание атомного оружия не блеф и не дезинформация. На подмосковной даче Сталина Берия докладывает вождю об английских разработках. Сталин отвечает «Не дури, немцы под Москвой, а ты мне про какой-то атом рассказываешь». Позднее Курчатов, изучив добытые разведкой документы, констатировал Материал представляет потрясающую ценность. Это сбережет СССР годы. Вопрос теперь стоит не так, сможет ли страна сделать бомбу, а когда СССР ее сделает. С 43-го года Сталин разрешает начать работы по созданию оружия массового уничтожения. Вокруг секретной атомной лаборатории в Лос-Аламосе организовалась целая сеть советских агентов. Со временем работать им становилось все сложнее. В конце 40-х годов Центр решил послать туда нового руководителя, агента-нелегала. Им и стал Вильям Фишер. Нью-Йорк, 1948 год. Фишер снял небольшую квартиру на окраине. Арендатором он представился свободным художником Эмилем Робертом Гольфусом. Человек с таким именем реально существовал, но умер в младенчестве. Гольфус не первый усопший, имя которого придется взять Фишер. На окружающих художник производил впечатление человека со странностями, даже чудака. Он жил один, без семьи, сам себе готовил, много рисовал. С ним консультировались молодые американские живописцы. Он был блестяще эрудирован, легок в общении. Задачей Фишера было наладить радиосвязь с Москвой, войти в контакт с уже завербованными агентами и найти новые источники информации. Речь шла в первую очередь об американских атомных исследованиях. Он руководил сетью российских атомных разведчиков, но он руководил и другой сетью. И поэтому он часто уезжал из Нью-Йорка. Он руководил, или, скажем так, поддерживал плотнейшую связь с нелегалами, которые работали не где-нибудь, а в Латинской Америке. Со временем у Фишера появилась целая система пронумерованных тайников, в которых агенты оставляли ему информацию. Под скамейкой в парке, в заборе, вокруг музея естественной истории. Уже на первом году своего пребывания в США Фишер регулярно посылал в Москву радиограммы с информацией. Однако Центр не имел возможности передавать ему ни денег, ни письма от жены и дочери. Но вскоре связь с ним установил Юрий Соколов, лейтенант первого главного управления НКВД, работавший под дипломатическим прикрытием. Центр назначил им встречу у кинотеатра. Соколов сразу узнал нелегала. Они перекинулись двумя словами, и ровно через пять минут разведчик-дипломат и нелегал уже крепко обнимались в мужском туалете. Я немножко откинулся и говорю, слушайте, давайте сначала пароль, скажите и отзыв, что мы так с вами. А, да, да, да. И он назвал пароль, я отзыв. Правда, он у меня на прощание попросил, нет ли у меня денег. У меня, говорит, совершенно, говорит, у него ничего, совершенно. Все заложил, что мог. Нет ли у меня. У меня с собой было около 100 долларов. Я ему дал 100 долларов. Но оставалось два дня до встречи, поэтому, конечно, на встречу я ему уже принес большую сумму и вручил, все компенсировал. Вице-консул в Нью-Йорке, а по совместительству резидент советской разведки Анатолий Яцков, он же Джонни, имел контакты с целой группой американцев. Фишеру Яцков передал двух своих агентов, супругов Морриса и Лону Коэнов. Они же впоследствии Питер и Лесли Кругеры. Моррис вообще в свое время был, скажем так, профессиональным агитатором, просоюзником. А его жена, урожденная Петки, на которой центр разрешил ему жениться, а потом разрешил завербовать, была работницей на заводе. Информация из секретной лаборатории Лос-Аламоса утекала по нескольким каналам. Первым источником был немецкий физик-эмигрант Фукс, который передавал документы агенту Гулду. А вот вторым был британский физик Теодор Холл, работавший под оперативным псевдонимом Персей. Персей передавал чертежи и снимки Лони Коэн, а та – Фишеру. Кстати, Персей познакомился с Моррисом Коэном во время гражданской войны в Испании, а позднее сам попросил его вывести на русских. Это были добровольные желания этих людей помочь Советскому Союзу разрушить монополию атомного оружия. Эти люди полагали, что если Соединенные Штаты монопольно будут этим оружием владеть и использовать, как им заблагорассудится, то мир придет к новой катастрофе, к Третьей мировой войне и очень быстро. Это была работа, не связанная с деньгами. Еще в 1942 году Лона совершила свой первый секретный воеж. Она взяла справку у врача о том, что ей нужно подлечить легкие, и отправилась на курорт Альбукерк, недалеко от Лос-Аламоса. В маленьком городке Лас-Вегас она сняла комнату у железнодорожника. Именно в Лас-Вегасе Лона должна была встретиться с агентом Персеем. Ей показали только его фотографию. Встреча была назначена на воскресенье. Лона знала, что за Персеем, как и за другими сотрудниками лаборатории, может вестись наружное наблюдение. По легенде, Персей должен был держать в правой руке журнал, а в левой – желтую сумку, из которой торчал бы рыбий хвост. Если сумка повернута лицевой стороной с рисунком, значит, слежки нет и можно встречаться. В противном случае подходить к Персею было нельзя. Лона пришла на площадь к назначенному часу. Персея не было. Лона прождала несколько часов, смертельно устала, изнервничалась и ушла. Так продолжалось три воскресенья подряд. Персей не приходил. Лишь на четвертое воскресенье молодой человек появился. Он долго извинялся, перепутал дни. Зато в его сумке лежал здоровенный сон, а под ними – полторы сотни секретных документов и чертежей, которые в скором времени оказались в Москве. Лона и Моррис несколько лет передавали Фишеру документы, которые оказали огромную помощь нашим физикам в работе над созданием атомной бомбы. Наша первая атомная бомба – это была близнец атомной бомбы, а большую часть документации этой атомной бомбы добыли наши разведчики. Вот часть работы проводил Абель. В 49-м году было проведено испытание нашей атомной бомбы, и в этом же месяце, в 49-м году, Абель получил орден Красного Знамени. В июне 50-го года были арестованы Юлиус и Этель Розенберги. Их обвинили в шпионаже в пользу СССР и казнили. Розенберги сели на электрический стул, не признав себя советскими агентами. Российская внешняя разведка и по сей день отрицает причастность Розенбергов к атомному шпионажу. Смерть Этель – одна из самых трагических страниц в истории разведки. Она фактически не имела отношения к работе мужа и разделила его участь как жена и верная подруга. Докончилось все очень, я бы сказал, так печально, электрическим стулом. И, кстати, даже здесь, в Розенбергии, оказали, что смерть не хочет их брать. И они долго не умирали, вопреки всему. Разряды были такие, что могли бы убить, я не знаю, там, целую деревню, а Этель была жива. После истории с Розенбергами Центр принял решение срочно вывезти из страны Коэнов. Они попали под подозрение. Связник Фишера Юрий Соколов, вопреки всем правилам разведки, пришел к ним в дом. Говорить они не могли, опасались прослушки и только переписывались. Лона бегала в ванну и быстро сжигала бумажки. Весь дом был в дымухах. У них была оживленная беседа. Роговы шло о том, что американцам, Коэнам, надо бежать и бежать завтра, послезавтра. Коэнам удалось бежать благодаря, в том числе, невероятной смекалке и хитрости Лоны. У Фишера наступил период некоторого затишья. Разведчик угнетало одиночество. Он давно не видел родных. В одной из встреч с Соколовым Фишер совсем захандрил. Знаете, я очень тоскую по дому. Вот нельзя ли как-нибудь устроить так, чтобы я мог бы увидеться с женой. Я его спросил, а как же, как вы видите, это можно устроить. Он говорит, ну вот хотя бы взять ее, устроить на работу. Вот тоже, допустим, представительство при ООН. Я хоть иногда посмотрю на нее, издали, как она идет. Я так задумался, но он меня перебил и говорит, да я понимаю, что это, конечно, несбыточная мысль такая. Ну, знаете, вот все-таки так приходит иногда в голову такое желание. В 55-м году Фишера вывозят на целых полгода в отпуск в Москву. Мы встретили папу во Внукове, он приехал, закурил. Мама закурила, и я, значит, говорю, что я тоже хочу закурить. Папа посмотрел на маму, засмеялся, сказал, что выучила ее, ее выучила. Вот это были почти самые первые слова приветствия. Для мамы это был трогательный момент? Не знаю. Я ее не спрашивала. Ну, мама как-то плакала, может быть, нет? Нет, мы никогда не плакали. У нас это не принято в доме. Фишер приехал из Америки расстроенный. Он не находил общего языка со своим новым связником. Его звали Рейна Хейхенен, он же Вик, он же Юджин Маккей. Обрусевший фильм Хейхенен так и не смог привыкнуть к жизни нелегала. Он впал в депрессию, почти ничего не делал и сильно пил. От этого страдала работа. Фишер настоятельно просил Центр отозвать его. Весной 1957 года Хейхенен получил шифрограмму. Его просили вернуться в Москву для получения нового задания, повышения по службе и вручения ордена. Хейхенен знал, что полностью завалил работу. И орден давать ему не за что. Тогда зачем его вызывает Центр? В апреле 1957 года на пароходе Хейхенен прибыл в Париж. С ним встречаются люди из Советской Резинитуры во Франции. И они совершенно справедливо отослали сообщение в Центр, что Хейхенен готовится к отправке в Советский Союз. Из Центра об этом сообщили Абелю. Абелю это сообщение получил и был спокоен. На самом же деле Хейхенен остался в Париже. Он пришел в американское посольство и попросил убежище. Хейхенен рассказал американцам, что он майор государственной безопасности и работает под руководством полковника нелегала. Знал он о полковнике немного. Его оперативный псевдоним Марк, сферу деятельности и возможный район проживания. США. Штат Флорида. Те же дни. Фишер работал на побережье уже несколько недель. Он не мог общаться с Москвой, так как радиоприемник находился в Буклине. Центр никак не мог ему сообщить, что Хейхенен исчез. В первых числах июня Фишер возвращается в Нью-Йорк, но не к себе домой, а в гостиницу Латам. Совершил несколько поездок в район своего дома. Убедился, возможно, здесь он что-то недооценил. Убедился, что там нет наблюдения за домом и так далее. 11 мая ФБРовцы тайно переправляют Хейхенена в США. Более трех недель они ездят по Бруклину вместе с подвыпившим Хейхененом. Тот пытается найти дом, у которого однажды его оставил Марк. Наконец он вроде бы узнает его. Это дом по Фултон-стрит, номер 252, где на пятом этаже снимал небольшую студию художник Эмиль Гольфус, он же полковник советской разведки, нелегал Вильям Фишер. Нью-Йорк, июнь 1957 года. Весть об аресте русского шпиона молниеносно разнеслась по Соединенным Штатам. Это представлялось публике, как огромная победа американских спецслужб. Как вы узнали о его аресте? Мне сказали, что со мной хочет встретиться начальство. Я переполошилась до смерти, решила, что я что-нибудь где-нибудь не то сделала. И, значит, меня вызывают на ковер. Ну вот, а когда я туда приехала, то мне сообщили. В российской прессе не было ни одного слова? Нет. Потом появилась заметка в известиях о том, что вот провокаторы американские сообщили о том, что якобы у них там был арестован советский разведчик. Мы им сообщаем, что никогда такого разведчика у нас не было. И тому подобное. Когда его арестовывали, он ухитрился уничтожить три улики. Шифробалкнот, радиограмму, которую он получил, и попросил американцев дать ему лист бумаги и карандаш. И написал заявление как раз на одном из секретных документов. Карандаш сломался, он взял другой лист, этот лист скомкал и выбросил. Его не нашли. Фишер назвался Рудольфом Абелем. Это было имя его друга и коллеги по разведке, умершего в 1955 году. Но что хотел сказать Фишер, взяв его имя? Как вы трактовали, почему он взял имя Рудольфа Абеля? Поскольку никто не знал, что у него есть такой друг, но американцы знать этого не могли. Ну, значит, это не вранье. Это был способ дать понять, что это произошло на самом деле. Единственный человек, который знал настоящее имя советского полковника и то, чем он занимался в США, был Александр Орлов. Тот самый Орлов, из-за бегства которого в 1939 году были уволены из органов Вильям Фишер и многие его товарищи. Но Орлов его не выдал. Фишера, а теперь уже Абеля, защищал адвокат Джеймс Бритт Донован. Во время Второй мировой Донован служил в военной разведке и бесспорно был связан с ЦРУ. Адвокат защищал Абеля на совесть, но, тем не менее, не раз предлагал ему сотрудничество с американской разведкой. Главным аргументом в пользу такого сотрудничества было то, что КГБ бросило Абеля и России он не нужен. Абель сотрудничать отказался. Явившегося на суд предателя Хейхенина полковник сразу не узнал. Тот покрасил волосы и отрастил усы. Странно, но американцы гораздо больше симпатизировали подсудимому, чем предавшему его свидетелю. 15 ноября 1957 года. Суд. 54 года Абеля осудили на 30 лет с тюрьмой. И вот Донован, когда он вернулся в комнату после оглашения приговора, там сидел человек по фамилии Абель и сказал, вы знаете, вы вели это дело вполне нормально, я благодарю вас. То есть он говорил об этом как сторонний наблюдатель, а не как человек, получивший 30-ку, а если откровенно, то смертный приговор. Абель довольно быстро нашел общий язык с американскими уголовниками. Они считали его мудрецом и обращались к нему буквально по всем вопросам. Когда происходили стычки, Абель как Соломон выносил свое решение. Он имел возможность рисовать и даже смастерил станок для шелкографии. К нему приходили, значит, все уголовники и спрашивали, например, можно ли с помощью шелкографии делать фальшивые деньги. Что отвечал отец? Он говорил, что нельзя. Но знал ли Абель, что с момента ареста в Москве разрабатывали план по его освобождению? Единственная возможность – обмен. Но в Штатах понимали, что поймали крупную рыбу и согласились бы поменять Абеля только на очень достойного кандидата. Пройдет пять лет, прежде чем такой кандидат появится. Стало ясно, что раз он назвался Абелем, а не Фишером, значит, он ничего никому не рассказал. Это очевидно было. И вот с этого момента все началось. В Москве решили вести все переговоры через Восточную Германию. К операции было подключено МГБ ГДР и немецкая внешняя разведка Штази. А сотрудник аппарата уполномоченного КГБ Юрий Троздов должен был изображать племянника Абеля по имени Йорген Дрифс. Американцы не удосужились проверять вот эти вот... Удосужились. Один раз даже мне удалось почитать сообщение, которое, значит, американцам писал их источник. Он просто прошелся по улице, где находился этот адрес дома, так, прочитал фамилии соответствующих лиц и доложил в Западный Берлин о том, что, да, такие люди там проживают, в этом адресе. Они провели такую установку. Дрифс и его тетушка, в роли которой выступала немка-сотрудница Штази, бомбардировали американское посольство в ГДР письмами. И посольство ответило, что да, такой человек есть, и он действительно арестован, так что обратитесь к его адвокату Доновану. Это и был официальный выход на американскую сторону. 1 мая 1960 года в Небино-Цвердловской областью был сбит американский летчик-шпион Фрэнсис Гарри Пауэрс. Абель, сидя в тюрьме, регулярно получал газеты, и когда прочитал сообщения, сразу понял, этого летчика послал ему Бог. Когда произошел этот инцидент, мы оживились, и я думаю, что американцы, наверное, тоже, что это все-таки фигура, заслуживающая внимания, на которую, может быть, и есть смысл сделать ставку. Донован попросил приехать в Берлин на переговоры об обмене все заинтересованные стороны. Из Москвы срочно вызвали жену и дочь Абеля, а в Берлине к ним присоединились так называемый племянник Дрифс и сотрудники посольства. Абель – это фигура, а Пауэрс – это летчик. Поэтому так на так не получится. Мы выдаем вам Абеля, а вы нам Пауэрса, двух, это было западно-германские, по-моему, разведчики, и один еще тоже шпион, молодой парень, который у нас в Киеве был арестован. То есть за одного четверых. На 10 февраля 1962 года был назначен обмен. Пауэрса привезли из Владимирской тюрьмы в резиденцию посольства. Ему подарили пыжиковую ушанку. Он был разовощок, бодр и весел. Американцы же разместили Абеля в каком-то карцере, где стояли две клетки. В одной из них разведчик и провел ночь перед обменом. Абель не знал, зачем его привезли в Берлин, но чувствовал, что развязка близка. Назначен обмен был на 8 утра. Все-таки еще движение небольшое. Вы не спали, наверное, ночью? Волновались? Я спал. А вот что касается моего коллеги, Дороздова Юрия Ивановича, он проспал. Выхожу, небритый. Я же говорил, что если я просплю, то все будет хорошо. Так оно и получилось. Обмен состоялся в 8 часов утра на мосту Глиники, соединявшем американскую часть Берлина и ГДР. отделяется с той стороны и с нашей стороны. С нашей стороны Пауэрс, оттуда Абель, и они идут навстречу один к другому. Это надо было видеть, как они впились глазами один к другому. Они не знали, кто это? Ну, конечно, не знали. Они говорят, слушай, пойди, одень, говорит его, как следует. Мы поехали в Берлин, зашли в известный мне магазин, который я любил, где была готовая хорошая одежда, купили все необходимое, переодели Абеля и превратили его в нормального человека. Разведчик вообще человек несчастный, потому что он вынужден существовать в двух лицах. Для страны, на которой он работает, он герой. Для страны, в которой он работает и против которой он работает, он шпион и негодяй. Правы и те, и другие. Ваш отец понимал это? Разумеется. Сто лет назад родился художник Вильям Фишер. Так написали бы о нем потомки, останься он в Англии, но он приехал в Россию. А Россия – это другая судьба. Он ушел в разведку, а краски отдал тем, кто родится позднее и сможет мирно жить и красиво рисовать. А мы теперь его вспоминаем, как Рудольфа Абеля, разведчика, который очень хотел, чтобы не было войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова